Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В браке, четырнадцать лет, двое детей, мы еще на протяжении всего времени, постоянно неоправданно постумеется, оскорбляет и унижает. Раньше пыталась достичь, а сейчас просто не разговариваю вместе с вами. Все сходнее с тем, что ничего не делаю в доме, только для себя. Машина свою помоет, у меня своя, на рыбалку в гости. Нет еды, ладно, чай пьет, дома холодно, одень ничем не тепленькая. Баню я не натопила, в душе будет мысль и т.д. Я устал, я не знаю, как бы его разрулить. Ну, мне кажется, что в первую очередь вы никакого вопроса не задаете, Оксана, а вам бы подумать над вопросом, какой вопрос вы хотите задать психологу, какой заброс у вас, гармонизировать отношения, расстаться с человеком, с чего вы хотите. Вот, это первое. Второе. В браке сейчас 14 лет, пишите вы. Муж на протяжении всего времени, постоянно неоправданно, но, по-моему, если оскорбляет и увлажает. А почему же, если он на протяжении всего времени, вы до сих пор с ним? Ну, т.е. ладно, если бы он начал последний год-два, понятно, но на протяжении всего времени. Т.е. на протяжении всего времени, до того как не разговариваете месяцами, получается, вы ожидали, что он изменится? А вы пробовали не достукиваться до него, кстати, а это как достучаться? А пробовали понять его, понять его для начала? Да, я понимаю, что это, наверное, классическая фраза психолога, но, если уж вы с человеком 14 лет, если уж для вас, как вы говорите, постоянное, неоправданное оскорбление на пустом месте не является поводом для того, чтобы не быть в отношениях, т.е. есть какой-то другой мотив, то, может быть, хотя бы ради этого мотива имеет смысл попытаться человека понять. Я сейчас не говорю про тот период, когда у вас появились дети. С детьми сложнее, я понимаю, хотя, как бы, в разводе суд будет на вашей стороне и бедствовать вы, наверное, не будете. Вот. Но, тем не менее, это второй момент. Третий момент. Вы говорите, оскорбляет и унижает. Да, вам муж что-то говорит. Он говорит вам, как он видит вас, как он видит то, что вы делаете, ситуацию какую-то. Это правда. Но, каким образом это оскорбляет и унижает вас, особенно, если это на пустом месте? А то ведь странно получается, вы говорите на пустом месте, но в то же время оскорбление и унижение. Оскорбление и унижение – штука серьезная. И если вас это задевает, если вы считаете это унижением и оскорблением, то, извините, это не на пустом месте. Для вас не на пустом месте. То есть нужно признать, что вас это задевает. Нужно признать, что что-то для вас есть болезненное. А это значит, что муж своими словами на пустом месте затрагивает какую-то часть вашей личности, с которой вам сталкивается больно. Конфликтную, противоречивую часть личности возможно, но задевает. Дальше. Пыталась достучаться, ну тут я уже спрашивал, что это значит. Сейчас просто не разговариваем места. Но игнорирование вообще-то к ничему хорошему не приводит. Я бы даже сказал, что это такой накопительный эффект. То есть как бы, ну, вы накапливаете что-то, но это не разрешается. Дальше. Все осложняется тем, что он ничего не делает в доме, только для себя. Опять же, не совсем понятно, как это было по времени. Если по времени это было так же, как и с оскорблением и унижением, то опять же, получается, что вы на это изначально согласились. Если это произошло после какого-то момента, с какого-то момента, то тоже нужно разбирать. Но основной вопрос, который я вам сейчас хочу задать. Какой мотив? Какой мотив у вашего мужа что-то делать по-дому? Вы говорите, что это усложняется всем. Как это усложняется лично для вас? Потому что то, что вы описываете, вы говорите следующее. Машину помоют, у меня своя. На рыбалку гостя тут непонятно. Нет еды, ладно, пьет чай. Нет еды для кого? В доме холодно оденете что-нибудь. Он, значит, не заботится, вы хотите сказать, а вас и одете. Так зачем вы с ним? Для чего вы с ним? Баню не летопило, в душе будет мыться. Ну, хорошо. А что такого? Как бы его выбора. Разве нет? Ну, я устал. Так да, вы устали. Потому что, очевидно, есть, во-первых, разные представления о бытовых аспектах у вас и у мужа. Есть разные представления о выражении своих эмоций. Соответственно, разные ценности, очевидные. Плюс есть некоторые конфликты. Понимаете? Есть некоторые конфликты. Но не будет человек оскорблять и унижать на просто месте постоянно. Если нет, как бы, серьезных для этого причин. Я не говорю, что вы, как бы, заслуживаете этого. Нет, ни в коем случае вы этого не заслуживаете. Но оскорбляя и унижая вас, говорит ли мужчина про вас? Скорее всего, он говорит про себя. Но вы цепляете то, что он говорит. И вот с тем, что вы цепляете, в первую очередь нужно работать. Я не знаю, как все разрулить. Ну да, из текущей модели поведения, правда. Но готовы ли вы меняться, чтобы разруливать это? Вот в чем вопрос. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.